что было у этого добряка три карты скубиду две недели потраченного отпуска и тонны непрослушной музыки которую я наверстал последние дни и вот я снова с вами тут давид чабанов и кей фрэнк оушен изменил мою жизнь и кей передай аукс по-братски и кей выбор редакции яндекс музыки и сегодня мы будем рассказывать о пяти синглах спросите почему синглах почему не альбомов но ответ такой все рэперы что-то ушли в отпуск альбомы выходили прикольные но вы про них знаете например арни и language а я хочу поделиться с вами чем-то новым интересным поэтому сегодня будут мои всякие находки возможно не самые там андеграундные но то что зацепило меня это чикагский соул это вечеринка в стиле лмфо это русский инди-рок и прочее прочее первый релиз про который я бы хотел рассказать это рик уилсон это просто какой-то новый самородок из чикаго ему там 20 чем-то он относительно недавно начал soundcloud карьеру потом вырос полноформатного артиста и в отличие от всех вот этих soundcloud рэперов которые любят там distortion сет рэпчик он пошел по другому пути он выбрал живой звук вооружился фанк инструменталами и решил продолжать наследие андерсона пак бруно марса макмиллера и выводить его на какой-то новый уровень экспериментировать рик уилсон вообще очень необычное для меня явление потому что он появился буквально из ниоткуда популярность первую он приобрел в во время к вида когда никто не мог танцевать а музыка у него очень танцевальные и вот он там что-то сидел в англии у него уже выходили какие-то совместки с террессом мартином это легендарный артист нового времени он очень сильно повлиял на текущий сол на текущий фанк он работал там с кендриком ламаром со snob dog у него есть сольный альбом прошлого года тоже его послушайте очень неплохой и вот по сути рик уилсон начинающий игрок который только начал делать свою собственную музыку уже работает с легендарным продюсером они выпускают совместные пи и рик уилсон продолжает свое странствие и вот его новый сингл тоже такой солнечный летний яркий фанковый немного он заигрывает с таким автотюновой читкой быстрой и мне кажется очень прикольно получилось очень вдохновляет что рик уилсон родом из чикаго это очередное напоминание о том что чикаго одна из главных столиц нынешнего хип-хоп r&b фанки звука потому что потому что что кони вест во первых оттуда во вторых там очень развита локальная культура поэзии стендапов местных концертов всяких и вот все последние герои чикагской сцены а это очень много ребятам change the rapper саба смина ноу-нейм их можно перечислять просто бесконечно и в чем прикол все они познакомились на поэтических вечерах и рик уилсон тоже такой персонаж он там ходил читал поэмы потом стал записывать музыку во время к вида у него уже были там какие-то sold out тура он столкнулся с полным кризисом переехал в лондон там снова начал записывать какую-то музыку коллаборировать с местными музыкантами и вот наконец-то он возвращается с чем-то новым прикольным желаю ему очень больших высот жду новый альбом интересно какая следующая ступень будет для него станет ли он новым переизобретателем таким фанк звука следующий персонаж о котором хочу рассказать по-моему главная надежда русскоязычного хип-хопа сейчас это салуке салуке вообще проделал очень большой путь помню его как битмейкера когда он состоял еще в дайности делал бит для пять минут назад фараона сотрудничал с доп клап записывал инструменталы в основном делал свой первый хип-хоп такой мамбл рэп на английском где он сэмплировал дэвида боу и сейчас довольно странно слушается но тогда казалось чем-то стильным прям и вот со временем салуке трансформировался потом он переквалифицировался из битмейкера в рэпера углубился в продакшн собрал полную команду ребят которые теперь вместе с ним делают лайвы выпустил там несколько релизов и на какое-то время пропал но салуке я думаю нужна была эта перезарядка потому что сейчас он вернется с по сниппетом по всему тому что выходило ощущение с чем-то колоссальным не просто там рэп не просто там 808 басы с инструментами с новыми жанрами вот недавно был на его лайве он собрал вот себе новый лайвбэнд и звучит это все просто потрясающе потому что он не просто исполнял там свои треки вживую свои рэп-треки он уходил в степь там black sabbath степь джазовых импровизаций в степь такого инди-рока а-ля тэйм импала и кажется что вот эти настроения будут отражаться на новом альбоме на новом альбоме будет больше живого звука меньше привычного рэпа вышел у него сингла к новому альбому который выйдет непонятно когда очень надеюсь что в этом году это сингл огней который как раз таки характеризует изменение сеней и то что он не собирается оставаться в рамках одного какого-то жанра видно что трек был записан в тот момент когда сеня там собирал сессию себя на даче с ребятами и они вот отдыхали параллельно записывали музыку и вот трек получился живым потому что в нем много вокальных вставок каких-то криков голосов хора ребята просто отдыхают поют получилось очень по-летнему и свежо очень жду следующий альбом салуки интересно что же он там намешал потому что это явно только вот одна грань из того что там будет следующий релиз это фит неожиданный фит васио и пошлой моли вася на мой взгляд вообще один из самых перспективных игроков сейчас в русской поп-музыке да то что он делает может показаться кому-то странным многие не любят там его подачу как он вообще разговаривает ведет себя на интервью меня же это цепляет наоборот потому что он искренне позволяет себе делать то что он делает и вот остается собой человек без фильтра и как будто бы в русской музыке сейчас не хватает таких людей без фильтра немного без башенных которые могут позволить там все какие-то выходки и при этом делать интересные музыкальные эксперименты и вот васю он вырос в екатеринбурге получал джазовое образование рос в семье художницы и потом его талант заметили иван дорн и каспийский груз парень переехал в москву также в москве вася познакомился со всеми ребятами вот местные рэп сцены фитонулся у джибуды фиду ком появилась у него первая аудитория сейчас вася уходят в по музыку и делает это максимально креативно местами его треки могут смущать людей на то что он сделал в этот раз очень прикольная штука заколлабился с пошлой моли и вот есть такие жанры которые мы считали прям гадкими проявлениями поп-музыки как например алам фао или взять того же скрилекса с его даб степом который теперь вообще называют бро степом и типа это не трушный даб степ вообще-то у нас было британский оригинальный даб степ и выслушайте не то но вот я заметил что эти направления они в итоге очень сильно повлияли на нынешнюю музыкальную сцену и сейчас такой момент что снова угар по этим направлениям можно считать что вот гипер поп вся вот эта громкая идея музыка это по сути продолжение идеи даб степа бро степа называйте как хотите только в новом формате чутка с иронией но все равно вот угар по эстетике десятых и вот с музыкой а лам фао пари рок антемс там дэвид гетта а вичи что еще вспомнить вот все вот это васи взял и решил перенести на новый лад вместе с пошлой моли получилось забавно и что мне нравится с васи у него есть очень крутое образное мышление может он какой-то не прям идеальный текстовик может у него нет там каких-то сакральных метафор и смысла но у него четко получается с помощью каких-то образов сделать интересную картинку и вот здесь я ее вижу прям максимально наглядно и вся эта вечеринка десятых стиле project x всех таких фильмов в этом году у васи выйдет альбом надеюсь и очень жду этот альбом интересно как он на себя покажет приживется вот приживется ли его фрик натура в современной поп-музыке или нет неизвестно но хочется в это верить даже если не приживется то есть вот такой вот колоритный персонаж сейчас записывается там у него если ты с лсп с джеймс маргин штерном они что-то сидели на студии делали и это прикольный кейс то есть чел на своей волне абсолютно но уже фитует с большими игроками стал какой-то весомой фигурой и ждет возможно еще большего успеха поэтому мы тоже что от шумных вечеринок десятых мы переходим к такой светлой светлые скорби наверное вот светлая скорбь один из моих любимых вайбов музыки вообще потому что всегда можно передать эту депрессию когда-то сломлен когда у тебя все плохо все кошмар на ой а когда ты трансформируешь вот эту эмоцию что такое эмпатичное светлое что-то наоборот хочешь донести до людей какой-то урок оставить них надежду вот такую грусть я люблю и пасмурный инди коллективы московский ассоциируется у меня именно с этим вайбом то что они делают сейчас это такое грустный бон ивер аля бон ивер звучок при этом они уходят то в инди-рок то в инди поп то вообще в акустические какие-то каверы сотрудничают с интересными визуал мейкерами вот у них выходил клип сашей сахарной и у пасмурных не такая инди музыка где вот лоу фай и все грязно наоборот она звучит максимальная мягкая вельветово очень спокойно и при этом меланхолично но не так чтобы уходить прям в раздрай полный грустить и горевать музыка которая дает надежду вот и этот трек уходит скорее в такой инди-рок направление жду в какую сторону уйдут пасмурные дальше что ждать от них вероятно какой-нибудь альбомчик тоже у них выйдет в этом году для меня пасмурно это главная инди группа этого года они сейчас растут по аудитории продюсируют тоже насколько мне известно там больших артистов сейчас и хоть группа существует 7 лет но только сейчас она выходит мейнстрим выходит мейнстрим очень круто на своей волне преданные своему звуку и это очень круто финал очка финал очка и финальный релиз которым делюсь это релиз для фанатов всех заставок wills кома потому что там всегда играет группа xx один из участников этой группы там по моему уже все участники ушли в сольное творчество и вот остался один оливер сим вокалист гитарист и бас-гитарист по моему это последний участник который не уходил там какое-то сольное творчество и вот он вдохновился джейми который выпускал там в 2017 году или пятнадцатом электронный альбом теперь он тоже хочет делать свое и мы тоже есть что рассказать xx одна из самых знаковых инди групп нулевых и десятых постоянно трансформирующаяся группа которая показала что инди это тоже там не на коленке тоже может быть чем-то красивым полновесным и масштабным и вот xx они вообще собрались когда им было по 20 лет они учились в том месте откуда выпускались крупнейшие британские музыканты там электронщики фортет бьюриал байс и много других имен и вот теперь наконец-то каждый участник проявляет себя отдельно по-своему хотя в рамках группы тоже все было супер и я бы очень был бы рад услышать альбом xx сегодня но теперь у нас есть возможность послушать оливера сима оливера сима скоро выйдет свой своя пластинка на которой будет много продакшена джейми и там он расскажет свою историю про то как он 17 лет страдал от вич-инфекции никак не мог поделиться об этом с обществом и теперь он может это вот эту свою травму как бы сублимировать в новом материальчики пока получается такая вязка поп электроника вот этот реворг который вы слышали ранее он вообще идет 9 минут я обожаю такие электронные треки которые вроде идут 9 минут и как будто ничего в них не меняется но что-то держит тебя до конца и вот эта медитативная аура просто поглощает хочется слушать еще и еще жду альбом оливера сима выйдет по моему осенью это все релизы о которых я хотел рассказать сегодня смотрите скубиду слушайте хорошую музыку с вами был давид чабанов редактор яндекс музыки до новых встреч надеюсь сентябре будет побольше крутых альбомов о которых я смогу рассказать поэтому слушайте делитесь пишите в комментариях как вам выпуск к вам новинки и всего самого наилучшего вообще любовь